Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что она поймёт спустя годы? Может быть, она что-то и поймёт, да? Как всегда, настраивайтесь на женщину. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, как сейчас вы поживаете, да? Что у вас в жизни происходит? Итак, вы настолько такой мечтатель-фантазёр, я вам скажу. У вас столько иллюзий по жизни. Вот вы себе как намечтаете что-то, да, а потом же и страдаете, если это не сбывается. Вот так же было и в вашей жизни и раньше. Вы много чего намечтали, да, вот и с женщиной своей, с которой вы жили, как на вулкане. Но это, к сожалению, не сбылось, да. Вам и по жизни, вот почему-то, знаете, вот окружение манипулирует. Причём это не только женщины, это может быть по работе. Люди пользуются вашей добротой. Может быть, даже проигрывается вот момент, когда вот с финансами, да, вот что-то мутят вокруг вас. Может быть, кто-то одолжит деньги, а потом либо же долго не отдаёт, либо же начинает извращаться, извиваться, да, чтобы не отдавать, как-то оттягивать это. Ну, то есть вами как-то манипулировать очень и очень легко. Хотя, в общем-то, ну вы сильный мужчина, вы мастер на все руки, может быть, даже в каких-то сферах, да. Да, вы хорошо владеете вот своей профессией, да, вы знаете то, что, ну, знаете именно вот досконально, да. Вот вы можете даже других людей научить. В личной жизни сейчас у вас тишина. И это очень сильно вам, ну, как бы доставляет боли. Вот доставляет вам настолько, хотя вы приняли решение вот быть счастливым. Знаете, вот такое ощущение, что вы решили, что всё, буду действовать, буду искать, буду знакомиться, вот, да, вот как будто вы уже готовы к этому. Вы очень такой справедливый человек. Вы стараетесь жить по совести, помогать тем, кому нужна помощь, да. Вас можно даже не просить, вы сами придёте и поможете, там и деньги одолжите. Вы такой добряк-добряк, знаете. Хотя у вас был период, знаете, в жизни, вот когда, может быть, не на что было хлеба купить, грубо говоря. Ну, такие серьёзные финансовые проблемы у вас могли проигрываться. И даже и с этой ситуацией вы вышли победителем. Вот у вас так по жизни, знаете, идёт, что вы всегда вот победитель. Даже вот этой вашей ситуацией, которая сейчас с женщиной у вас произошла, вы всё равно вышли победителем. Потому что, ну, скорее всего, вы поставили точку в этих отношениях, да, и вы поступили именно по справедливости. Да, вы пережили безумную боль. Вам было ужасно больно, обидно, да, за потраченные годы, потраченное время, усилия. Всё, что можно, вы отдавали. Но эта ситуация была по справедливости. Даже здесь вот вы своего рода, вы как бы победителем вышли, потому что вы нашли силы поставить точку. Далеко не каждый человек может найти силы, чтобы разорвать отношения, токсичные отношения. Вот психологи называют такие вот болезненные отношения между людьми именно токсичными. Когда люди, ну, просто отравляют жизнь друг другу. Напишите в комментариях, я права, у вас были токсичные отношения или нет. Когда домой не хочется возвращаться. Когда мужчина вот думает, лучше я пойду там с друзьями где-то там посижу за рюмкой чая, да, грубо говоря. Либо же на охоту, на рыбалку, куда угодно. Лучше я на работе задержусь, да, но только бы не идти домой. Дома ждёт бензопила «Дружба», которой всё не так. Которая будет выедать мозг чайной ложечкой просто. Я думаю, у вас была такая ситуация. Поэтому вы из неё вышли победителем. Вот всё равно вы вышли победителем. Давайте-ка посмотрим, что же сделала такого ваша женщина, что она должна о чём-то понять, да, спустя годы. Да, женщина вам изменила. Женщина изменила, причём, знаете, она изменила, будучи с вами уже, да, в отношениях, либо же семья это была. Давайте-ка, зачем она это сделала вообще? Вот она почему-то, знаете, она изменила, потому что для себя, вот именно для себя, она похоронила ваши отношения. Вот вы ещё жили с ней, но она похоронила их. Что-то ей не нравилось в ваших отношениях. Либо же вот она могла даже, вот знаете, во время скандала вам периодически высказывать вот какие-то свои претензии. Знаете, у неё много копилось недовольства к вам. Может быть, мало внимания уделяли, там, я не знаю, мало нежности, ласки. Может быть, мало денег приносили. У каждого это своё будет, да, это общий расклад. Ну, то есть, вот очень чётко, она для себя поставила крест на ваших отношениях, будучи ещё с вами, понимаете, какая ситуация. Потому она и пошла налево, грубо говоря. Она уже считала, что всё, она с вами не будет. Она могла вам этого не говорить, но вот именно в уме, да, внутри себя она это решила. Потому она и пошла, потому что всё, мы как бы свободные люди. Она решила, что вот я буду жить так, как я хочу, потому что вот я свободная женщина. То есть, будучи с вами, она считала себя уже свободной женщиной. Потому она так и поступила. То есть, у неё были какие-то претензии, да. Вот вы можете каждый сейчас обдумать, если хотите, конечно, вот что именно могло её так раздражать, что могло ей не нравиться. Ну, то, что претензии, она, я ещё раз говорю, она, может быть, даже высказывала вам, вот что-то вы не так делаете. Либо же вообще не делаете, что она хотела, да. Вот проанализируйте, если хотите. Поэтому она и пошла вот как бы по наклонной. Ей было уже всё равно, что вы скажете, что вы сделаете, да. Когда человеку плевать, да, ну, тут уже, конечно, хоть горы сворачивай, тут уже ничего не сделаешь. Знаете, есть такое выражение, вот, даже вот когда люди ссорятся, люди ссорятся, когда хотят оставаться вместе. Когда люди вот что-то выясняют, да, какую-то точку зрения пытаются доказать. Но когда человек охладевает, да, то здесь уже начинается безразличие, бездушие какое-то. Когда человеку всё равно на партнёра. Вот здесь такая же ситуация, вот, ну, очень чётко. Она просто вот похоронила отношения заживо. Потому она так и себя борзой вести начала. Вот у неё, знаете, накопились вот эти вот её претензии. И как пружина в один момент выстрелили. И она решила, хватит. Вот я свободная женщина, да. Куда хочу, туда лечу. А он захочет, пусть терпит. Не захочет, пусть уходит. Ну, вот как-то так приблизительно, да. Так, давайте-ка посмотрим, сейчас она так же себя ведёт или нет. Вот мне интересно просто. Она, знаете, она сейчас такая же обманчивая, лживая. Вот она при вас была лживая. А за такими вообще лучше не сожалеть, да. Она осталась такая лживая, да. Она активная, ревнивая, такая вся из себя осталась. Но вот в эмоциях, в личной жизни у неё сейчас ничего хорошего нет. Вот уже даже сейчас. Да, можно притворяться, можно много чего рассказывать. Какая вот звезда красивая, счастливая, да. Но мужчины, как правило, уходят от таких. Вот и от неё вот очень чётко видно, да, вот человек уходит. И она осталась вот просто одна у разбитого корыта. Она любит красоваться, она любит материальные блага, да. Но рядом сейчас нет того, кто будет ей это всё дарить. Так, что ещё у неё происходит? Вот, знаете, ей сейчас так хочется любви. Её похоже, что, знаете, её бортанул мужчина, с которым вот она думала, она будет долго и нудно ещё в отношениях. Она даже думала, что он её любит, но он ушёл, он ушёл. Потому что она получила по заслугам, да. Вот она сделала больно вам. Теперь человек сделал больно ей. То есть всё воздаётся. Это то, что я всегда говорю. Каждому воздастся по заслугам. Она сейчас настолько вот в таких расстроенных чувствах, расстроенных эмоциях, да. Давайте уточним. Начала ли она вас вспоминать, да, вот когда ей плохо? Вы знаете, да, вот она начала вас вспоминать. Она вспоминает, как вот она поначалу вот жила счастливо с вами, как вы были готовы на всё, вот и в вагоне, в дождь и снег ради неё, да. И она даже вот как-то где-то вот в глубине души, она хочет, чтобы вы вот, знаете, как рыцарь пришли и спасли её, освободили от вот этого одиночества, да, от вот этого какого-то расстроенного состояния, от негативных мыслей. Она знает, что если бы вы захотели, вы бы горы свернули. Но опять же, если бы вы захотели, а вы не захотите, потому что эта женщина причинила вам боль, причём сознательно, да. Это не то, что там где-то случайно, хотя, как я всегда говорю, случайных измен не бывает, и измены по пьяни, это тоже глупо и смешно, да. Не надо напиваться до поросячьего визга, чтобы изменять, когда ты ничего не соображаешь, правильно? Напишите, если вы со мной согласны, да. То есть вот такую женщину, да, вот такого типа женщин, их абсолютно не жалко, вот к ним нет никакого ни сожаления, ни сострадания, нет, потому что они это заслужили, они чётко это заслужили. Давайте-ка посмотрим, что же она поймёт вообще или не поймёт спустя годы. Знаете, её годы особо не научат ничему. Вот она и спустя годы останется такой, какой-то вот агрессивной. Вот, знаете, вот мужик в юбке хочется её назвать. Ну, всё-таки, ну, женщина должна быть как-то, ну, добрее, милее как-то, да, вот мягче. Вот она, ну, жёсткая, агрессивная какая-то такая, да. Вот она поймёт, что жизнь так и не удалась. Она так и не нашла своего императора. Она вот искала, ну, вернее, будет искать и дальше, да, вот богатенького буратино. Она так и его и не найдёт. Вот они будут дальше, дальше и дальше от неё. Она себя вот мужчинами окружает, но мужчины, как правило, её будут использовать. И ей от этого грустно. И она так и не поймёт, да, вот, что может быть причина в ней, что, может быть, она себя неправильно вела и с вами, да, что вообще она с людьми неправильно себя ведёт, да. Зачем быть какой-то злой, агрессивной, может быть, даже скандальной в чём-то. Ну, то есть человек, который, она, скорее, знаете, вот она, скорее, будет нападать на других, обвинять других, но своих ошибок она не признает, вот абсолютно не признает. Человек, который, вы знаете, она ради своей похоти вот будет разрушать другие семьи. Она не будет брезговать даже женатыми мужчинами. Ей просто плевать на это. Да, ей грустно от того, что у неё нет обеспеченного рядом. Но семьи она разбивать будет вот именно ради похоти. Вот увидела, вроде бы богатенький, да, ну и что, что женатый. А ну-ка сейчас замутим, да, романчик с ним. Ну, как-то в таком роде. Но будет нести только разрушение. Она будет разрушать семьи, она будет разрушать другие отношения. То есть это человек, который несёт всем и вся разрушение, понимаете? Вот у неё настолько вот энергетика такая чёрная. У нас и туз мечей выпал. Вот она единственная вот от рада, да, у неё может быть. Это если есть вот ребёнок, да, у кого детей нет, то она может быть даже себе туда попозже, если возраст будет позволять, то она может быть родит ребёнка, ну чисто для себя, да, там без папы, как бы просто, чтобы в старость входить не в одиночестве. А так как-то, я думала, знаете, что может быть всё-таки покажет расклад, что она спустя годы поймёт свои ошибки, да, что она может быть там вас обидела, ещё кого-то, может быть она ведёт себя неправильно как-то. Ничего подобного. Человек, который всегда прав, человек, который всегда обвинит других, который не гнушается, чтобы обидеть кого-то, унизить, да, ей всё равно, женатый мужчина или нет. Это, конечно, страшно, это ужасно, да. Но, тем не менее, знаете, вот всё-таки лучше раньше расстаться с такой женщиной, чем потом, вы представьте, да, вот на старости лет, проживя всю жизнь, сколько таких случаев есть, что люди прожили и 20, и 30 лет, вот, а партнёр уходит потом к более молодым, да, это ещё больней будет. Вот как-то так. Вот такой был расклад сегодня. Не очень простой, конечно же, такой философский немного. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok